Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим следующий вопрос. Почему Господь хотел на дороге, когда Моисей двигался в Египет, умертвить его? В чем заключается проблема? В книге «Исход», 4 глава, 24 стих, сказано «Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его». Тогда непонятно, если это так, почему Бог стремился умертвить его, ведь Господь сам отправил его в Египет в качестве освободителя еврейского народа. Мы сейчас посмотрим, что пишет блаженный Августин. Прежде всего возникает вопрос, кого хотел умертвить ангел Господень? Моисей ли? Ибо сказано, что встретил его ангел и хотел умертвить его. Или он хотел умертвить ребенка, которого мать спасла обрезанием? Ибо считается, что он хотел умертвить младенца, так как тот не был обрезан. И таким образом, жестокостью наказания узаконить обрезание. Если это так, неизвестно, хотел ли он умертвить того, о ком сказал сначала. Ибо непонятно, кого, если только это не будет понятно из дальнейшего. А сначала сказано непонятными и необыкновенными словами. Встретил его и хотел умертвить его, того, кто раньше не был назван. Но в Псалме говорится основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона. Так начинается Псалом, и ничего не говорится о нем или о ней, чьи основания имеются в виду в словах. Основание его на горах святых. Но так как дальше идет «Господь любит врата Сиона», то значит основание или Господа, или Сиона. Скорее всего, здесь надо понимать основание Сиона, так как это может быть понято как основание города. Однако ни Сион, ни Господь не упоминались до слов основания его на горах святых. Так же было сказано и здесь. Хотя ребенок еще не упоминался, встретил его и хотел умертвить его, чтобы мы поняли из последующего, кто имелся в виду. Однако, если кто-то захочет подумать, что речь идет о Моисее, то не следует особенно возражать. Это из трактата Блаженного Августина, который называется «Вопросы на семикнижие». То есть конструкция текста такая, что она допускает мысль о том, что, может быть, Господь хотел умертвить необрезанного младенца. Почему для Августина это было принципиально? Августин настаивал на том, что очень важно крестить младенцев. И если обрезание преобразовывало собой крещение, то он как бы рассматривает с этой стороны. Необрезанный, необрезанный младенец – это как бы образ некрещенного младенца, который находится в группе некого риска, и с ним могут произойти любые несчастья. Но в то же время Блаженный Августин говорит, а не надо спорить, если кто-то скажет, что, похоже, что Господь хотел умертвить Моисея за то, что он не обрезал вовремя своего ребенка. А почему так? Ответ очевиден. Со своих избранников Бог спрашивает за все и спрашивает значительно строже, чем с обычных людей. Потому что Господь хочет видеть своих избранников, таких как Моисей, чтобы они были по возможности непорочны во всем. Поэтому мы можем принять здесь как истолкование Блаженного Августина, так и допустить, что речь идет о Моисее. Который наказывается за то, что не обрезал своего ребенка на восьмой день, как и предписывает закон Божий. Таким образом, никакого противоречия здесь нет. Есть два возможных истолкования, и то, и другое приносит нам некое наседание. Ибо действительно, кому сколько дано, с того, столько и спросится. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о наших новых беседах. И берегите себя! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!